Расширить количество площадок для активности и создать условия для занятий волейболом на свежем воздухе. С такой просьбой представители спортивного сообщества обратились к руководству физкультурно-здоровительного центра Соликамска. Для реализации проекта было решено участвовать в конкурсе инициативного бюджетирования. Мы вышли с инициативой как физкультурно-здоровительный центр, заручились поддержкой администрации, предприятия «Уралкалий», чтобы войти в проект, который составляет порядка 690 тысяч. В этот бюджет входит площадка 9 на 18 метров, в основании щебень и бетон, сверху прорезиненное бесшовное покрытие, вокруг – озеленение. Подрядчик заверил, техника и материалы появятся на территории, как подсохнет почва и грунт, и можно будет приступить к работе. Думаю, все пройдет быстро, комфортно для всех. С заказчиком определились, где будет у нас место заезда, где будет установлен помост, и когда это все будет начинать работать. Согласно контракту, место для занятий волейболом должно появиться здесь к 31 июля. Эта же подрядная организация, кстати, будет воплощать мечту жителей поселка Геологоразведка. Проект детской площадки получил одобрение на краевом уровне и финансовую поддержку на необходимый 10-процентный взнос от населения. Эдуард Аветисян, замдиректора по взаимодействию с органами власти компании «Уралкалий», депутат Законодательного собрания Пермского края и его коллега по работе в Краевом парламенте Павел Кузьмин, председатель профсоюзного комитета «Калищик», высоко оценивают использование жителями округа механизма инициативного бюджетирования. Мы будем всячески поддерживать и развивать данное направление, и впредь призываем всех жителей, всех неравнодушных наших горожан принимать участие в этих проектах. Синергия взаимодействия горожан, администрации города и краевых властей в развитии территорий, в развитии городского хозяйства, для того, чтобы жителям было комфортно. Комфортней и удобней станет посетителем Соликамского общества инвалидов. В здании 1857 года постройки отремонтируют входную группу, помещение парикмахерской и санитарную комнату. Вот честно слово скажу, огромную роль здесь сыграл Уралкалий и депутаты Уралкалия. Тот вклад, который мы должны были, своих денежных средств, благодаря, конечно, Уралкалию, мы внесли. Сейчас надеемся, что все-таки ремонт будет сделан. Также при содействии компании Уралкалий в Касибе будет благоустроена территория околосельского клуба и в Нижнем Мошево появится детская площадка. Социальные объекты – это место притяжения жителей Соликамского городского округа. И, конечно, хочется выразить огромную благодарность компании Пауэр Уралкалий о том, что они поддерживают наши социальные объекты и вкладываются в ремонт и развитие социальных объектов и инфраструктуры нашего города. Напомним, Соликамск является лидером по количеству реализованных проектов инициативного бюджетирования в 2023 году. На территории округа было реализовано 9 проектов, 4 из которых поддержал Уралкалий. В 2024 депутаты-калищики и компания помогли собрать жителям необходимый взнос для 5 из 10 проектов.